Дорогие друзья, напоминаю, Ханука у нас и глава Микец. Начну я с маленького рассказа, который рассказывает одесский раввин. Он рассказывает, что один раз услышал, что его дети рассказывают между собой сын и дочка такую историю. Устроили соревнования между собой лягушки. Они должны были скакать по ступенькам вверх и добраться до вершины высоченной башни. Много людей собралось посмотреть на эти лягушачьи бега, но все понимали и говорили, на чем мы стоим. Но все равно больше полэтажа они не пройдут, а вот эти десятки, десятки, ничего не выйдет. Зря тратим время. Они маленькие, башня высокая. И лягушки, слыша это все, понемногу начали изнемогать, останавливаться, отдыхать. И только одна из них продолжала прыгать, прыгать изо всех сил, выше, выше, ни на минуту не останавливалась. Зрители начали кричать уже, ну все, что тратишь время, уже те сошли, зачем она лезет. Она продолжала, упрямая лягушка, лезь, лезь, лезь. Все участницы соревнований уже сошли. Но несмотря на это, усталая такая, все раз и победила она. Все остальные лягушки были просто поражены этой невероятной победой. Они спрашивали у нее, подошли, говорят, слушай, а как ты смогла добраться до финала? И к своему удивлению они увидели, что героиня, победившая всех, на минуту не останавливаешься, была глухой. И вот Равин говорит, тут я вмешался и спрашиваю сына, а какой урок ты вынес из этого рассказа? Он говорит, я думаю, что не стоит слушать пессимистов, они просто лишают нас надежды на успех. А ты, спросил я дочку, я поняла, что у слов, которые мы слышим или читаем, да, есть очень большая сила влияния на нас. Поэтому стоит слушать только хорошие слова. Сам Равин говорит, я вынес из этого другое, что иногда небольшой недостаток может способствовать большому успеху. В нашей недельной главе Микец рассказывается о том, как фарон видел сон. И в этом сне, что коровы съели плохих, тощих, тощие коровы съели больших, толстых коров. Написано, тучных на вид. И погладили колосья, тощие колосья, семь колоськов, тучных погладили полные. Закон этого мира таков, что сильные побеждают слабых во многих областях жизни, в войнах, в бизнесе, в политике. Именно поэтому мудрецы фарона никогда не могли понять, как худые коровы смогли поглотить толстых. Им не дано было осознать, что слабые могут победить сильных. Когда за тобой Бог, когда с тобой сила сверху, да, все это... Когда в Ханукальную субботу мы читаем вот эту недельную главу Микец, повествующую о снех фарона, мы учимся понимать силу слабых в 1168 году, до новой эры. Огромная армия греческого царя Антиоха атаковала малюсенькую иудею. И все было, весь мир был уверен, что малочисленное еврейское войско будет тут же побеждено. Ведь на стороне греков было численное преимущество в живой силе. Ну, они были профессиональные воины, а тут какие-то непонятно кто. Несмотря на это, евреи победили. Вот так вот началось формирование Хануки, так началось формирование понимания другого мира, где не все решает сила. И мы с вами вот сегодня, пройдя столько лет, мы сможем выстоять и победить во всех испытаниях. Больших и маленьких, говорят мудрецы. Во всех тех испытаниях, которые уготовила нам жизнь, у нас есть сила выстоять и победить. Нам надо только помнить, что во всех нас сокрыты огромные духовные силы. Надо верить в себя, а не позволять пессимистам, которые иногда нас окружают, мешать нам жить. Надо не слышать слова, которые нас ослабляют. Надо укрепляться в вере во Всевышний, обращаться к нему с молитвой. И знать, что молитва может разрушить все, и тогда она будет сопутствовать успех. Я имею в виду разрушить то, что идет против нас. Ханука – это праздник света. Когда у каждого человека есть возможность осветить самые там даже какие-то свои, ну, негативные кусочки души. Народная поговорка говорит, что малый свет способен разогнать большую тьму. И тогда вот что произойдет? То, что скрывалось в сумраке, оказывается на свету, и нам становится самое главное понятно, что дальше делать. Что дальше делать? Надо посмотреть, что именно, осветив себя, что именно я хочу исправить в ближайшее время, что еще я хочу, какой мой шаг сделает то, чтобы света добавилось и наружу, и в моей душе. Светлая нам Хануки и света в душе. Брахавы от Слаха.